Другим темам. В российском МИДе назвали новым шагом на пути к окончательной нормализации ситуации вокруг Ирана, снятия санкций с этой страны. Запад признал, что ядерная программа Тегерана не приведет к созданию атомного оружия. Всему этому предшествовали многолетние переговоры шестерки посредников, ключевую роль в которых сыграла Москва. При участии России с территории Исламской Республики был вывезен и обогащенный уран. Это было одним из главных условий отмены ограничений. Максим Семин продолжит тему. Главный вывод, который содержится в докладе Международного агентства по атомной энергии, заключается в том, что Иран выполнил все взятые на себя обязательства. Тегеран смог убедить экспертов в том, что его ядерная программа больше не носит военный характер. Сегодня мы достигли момента начала реализации совместного всеобъемлющего плана действий. Почти ровно через полгода после заключения этого исторического соглашения, Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Тегеран выполняет свои обязательства. И сегодня международные экономические и финансовые санкции, связанные с ядерной программой Ирана, снимаются. Это сильное и обнадеживающее достижение, свидетельствующее о том, что международное сообщество в нынешних обстоятельствах может работать над созданием условий для более безопасного мира. Россия входит в так называемую «шестерку мировых посредников» по разрешению иранской проблемы. Москва, и это признают все участники переговорного процесса, сыграла в итоге ключевую роль в урегулировании кризиса. В МИДе приветствовали снятие санкций. Рассчитываем, что все стороны договоренности продолжат ответственно и добросовестно подходить к вопросам, касающимся дальнейшего выполнения обязательств согласно совместному всеобъемлющему плану действий. Успешная реализация плана действий будет способствовать упрощению режима ядерного нераспространения, поможет решению комплексных задач укрепления международной и региональной безопасности, прежде всего на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Экономика Ирана после введения санкций испытала сильнейшее давление. Лишь в последние два года в стране начался незначительный рост. Теперь же власти в Тегеране рассчитывают на быстрое перевооружение своей промышленности и на обновление всей инфраструктуры. Накануне, например, было объявлено о контракте на закупку более сотни гражданских лайнеров и Арбас. Мы должны использовать возможности, которые открываются с отменой санкций на всестороннее развитие нашей экономики. Главной для нас является задача повышения уровня жизни населения. Россия при этом остается одним из крупнейших торговых партнеров Ирана. Пакет проектов с нашей страной достигает 40 миллиардов долларов. Снятие санкций с Ирана означает, что эта страна примерно в два раза нарастит экспорт нефти. Это уже привело к падению котировок на мирных биржах. Так что дальнейшего резкого снижения, говорят эксперты, ожидать не следует. Рынок уже эту новость отыграл, говоря нашим языком. Простым языком уже давно шли разговоры о том, что санкции с Ирана будут сняты. Шестерка посредников и Тегеран договорились еще летом прошлого года. Поэтому то, что сейчас уже юридически осуществилось, для рынка было ожидаемым. Поэтому фактор Ирана уже был включен в котировки ранее. В этой связи обвала такого сильного мы не увидим. Учитывая те возможности, которые есть у Ирана, потому что они не такие большие, он не так быстро сможет выбросить большое количество нефти на рынок. Учитывая отсталые производственные мощности, учитывая недостаток инвестиций, это все сыграет отрицательную роль для Ирана. Тем не менее, фондовый индекс Саудовской Аравии сегодня в этой стране рабочий день и биржа открыта, рухнул после новостей от МАГАТЭ сразу на 6,5%. США, в отличие от Евросоюза, сохраняют часть санкций в отношении Ирана. К примеру, вести дела с иранскими компаниями смогут лишь зарубежные филиалы американских корпораций. Запрет на деловые контакты с Исламской Республикой американских физических и юридических лиц пока сохраняется. Максим Семин, Антонина Кукушкина, Первый канал.